Сегодня утром музыкант группы «Машина времени» Андрей Макаревич был срочно госпитализирован в одной из больниц Израиля. Причина госпитализации – это печальные новости, которые получил Андрей Вадимович вчера вечером. Стало известно, что в трёх странах – России, Германии и Израиле, где имеет недвижимость Андрей Макаревич, произошли сильные пожары, которые нанесли невосполнимый ущерб музыканту. Полиция Германии, Израиля и России считает, что данное происшествие может быть спланированной акцией, ведь совсем недавно Макаревич публично оскорбил гимн и символику Российской Федерации. По данным экспертов, в результате пожара Андрей Макаревич потерял 80% своей зарубежной и российской недвижимости. Стали известны размер нанесённого ущерба, причины и подробности чрезвычайного происшествия. По данным полиции, пожар может быть дело рук российских жителей, а также эмигрантов, проживающих на территории Германии и Израиля, недовольных антиполитическим поведением и высказываниями Андрея Макаревича. По данным Центрального агентства недвижимости, в результате пожара Макаревичу был нанесён материальный ущерб в размере почти 100 миллионов долларов. В Москве он лишился двух блошиных рынков, хозяинами которых являлся трёх магазинов антиквариата и двухэтажного особняка с бассейном с видом на Москву-реку. На земле обетованной пожар отнял у Андрея Макаревича трёхэтажную виллу с видом на Средиземное море, которую он купил ещё 10 лет назад. Ну и, наконец, в Германии, в Штукгарте, пожар унёс личный ломбард Макаревича, который приносил музыканту стабильный годовой доход в 1 миллион долларов. Как считает полиция, причина пожаров – это антироссийская позиция Андрея Макаревича и его кощунственная позиция к символике Российской Федерации. Пять дней назад музыкант группы «Машина времени» в Израиле прилюдно оскорбил гимн Российской Федерации. Он спел его на английском языке, изменил текст и мелодию, в результате чего гимн державы превратился в кабацкую песню. В связи с этим событием Макаревич был арестован, так как публичное оскорбление гимна – это уголовная статья, которая может караться полутора годами лишения свободы. Однако в связи с состоянием здоровья Макаревич был отпущен под подписку о невыезде, но сегодня вновь попал в больницу в связи с чрезвычайным происшествием. Напомним, что совсем недавно в жизни Андрея Макаревича произошло еще одно печальное событие. Супруга Макаревича, 32-летняя фотограф и модельер, уехала от своего мужа к своему старому возлюбленному бизнесмену из Германии.